Салам алейкум, айс-гардаш. Салам алейкум, айс-гардаш, уважаемый Ильхам Гейдарич. Прежде всего хотел бы тепло приветствовать вас и поблагодарить за участие в этой встрече. Сегодня в традиционно-дружественном братских отношениях между Туркместаном и Азербайджаном очень важный день. Подписывается меморандум о взаимопонимании между правительством Туркместана и правительством Азербайджанской республики, о совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения до флок в Каспийском море. Этот документ стал результатом проведенной нашими странами большой многолетней работы на цели на упрощение сотрудничества и взаимопонимания в энергетической сфере, раскрытие огромного, обоюдного потенциала двух крупнейших энергетических держав, создание в регионе Каспийского моря самых благоприятных условий для развития устойчивой энергетики, широкого и взаимовыгодного и международного партнерства. Как известно, в марте 2020 года, в ходе моего официального визита в Баку, мы с вами вместе подробно обсудили и проанализировали возможность двухстороннего сотрудничества в энергетике на Каспийском море. И в результате были достигнуты договоренности о совместной работе на одном из крупных месторождений углеводородных ресурсов на Каспий. И при этом было подчеркнуто, что главными принципами вот такой деятельности будут солидарность, взаимное уважение и поддержка. Поэтому глубоко символическим стало наше общее решение назвать это месторождение доотлок. Выше названные договоренности, принятые решения, без сомнения, войдут в историю наших отношений, наших государств, как яркий пример подлинного добрососедства, ответственности, дальновидности, равноправия, учета интересов друг к другу. И, конечно, они еще больше укрепят дружбу и братство между туркменскими и азербайджанскими народами и нашими государствами. Безусловно, подписание меморандума знаменует собой принципиально новый этап в энергетическом сотрудничестве Туркместана и Азербайджана на Каспии. Открываются новые возможности для совместной работы на прочной международно-правовой базе. И создаются дополнительные серьезные стимулы для притока в наш регион крупных иностранных инвестиций, как на системной и долгосрочной основе. Дается мощный толчок развитию и динамичному росту национальных экономик наших стран, то есть созданию новых рабочих мест, повышению уровней и качества жизни людей. И в пользу случаях я хочу выразить глубокую признательность специалистам и экспортам двух стран, а также всем, кто внес свой вклад именно в подготовку этого документа. Уважаемый Ильхан Гейдарович, сегодня отношения между Туркместаном и Азербайджанской республикой развиваются последовательно и динамично. Мы успешно сотрудничаем на международной арене, выступая за упрочивание всеобщего мира стабильности и безопасности. Наши страны разделяют подходы по такой принципиально важной теме глобальной повестки, как энергетическая безопасность, видение конфигурации международных энергетических потоков и в целом архитектуры мировой энергетики. И здесь нужно, чтобы выделить активное и плодотворное взаимодействие двух государств и международных организаций. Туркместан благодарен Азербайджану за неизменную поддержку его международных инициатив и соавторства по целому ряду выдвинутых в Туркместану проектов резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. И в свою очередь подтверждаю готовность Туркместана к поддержке инициатив и предложений Азербайджана в международных структурах. И в этом контексте хотел бы отмечить блестящее председательство Азербайджанской Республики в движении Непросоединения, то есть подтвердившее высокий авторитет Азербайджан и его руководство. В ходе успешного проведенного в октябре 2019 года саммита движения Непросоединения Туркместан выступил за активное участие непросоединившихся государств в формировании глобальной системы энергетической безопасности, основанной на как справедливых и прозрачных принципах, равноправном доступе к источникам энергии и средствам их доставки, учете и признании интересов как производителей транзитеров и потребителей энергоресурсов. Важнейшим направлением Туркместан-Азербайджанского сотрудничества является взаимодействие по Каспийской тематике. Наши страны вносят большой вклад в превращение Каспийского моря в зону прочного мира, добрососедства, взаимопонимания эффективного партнерства. И как трактуют все прикаспийские страны, Каспийское море, море мира и добрососедства. И результатом многосторонней совместной работы стало подписание руководителями пяти прибрежных государств в августе 2018 года конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, то есть обусловившей начало нового этапа сотрудничества на Каспии, в том числе же в энергетической сфере. И в ходе состоявшейся в 2019 году в городе Турк-Пен-Баши, первого Каспийского экономического форума, мы провели очень содержательные, полезные переговоры с правительственной делегацией Азербайджана и высший на ряд важных договоренностей. И сегодня мы опираемся на осмысленное понимание необходимости последовательно им накоплять двухсторонние отношения, на совпадение долгосрочных интересов по главным направлениям Каспийского сотрудничества, осознание тех, наверное, огромных перспектив, которые открываются на Каспии для наших государств, других прибрежных стран и сопредельных регионов и крупного международного бизнеса. Важнейшей областью нашего партнерства выступает и транспортная сфера, вместе с афганскими, грузинскими и турецкими партнерами Турк-Пен-Стал, и Азербайджан сегодня активно работает над эффективным функционером транспортного коридора Ляпис-Лазули, то есть призванного стать важнейшей континентальной магистралью между Азией и Европой. Турк-Мистан и Азербайджан также являются одним из инициаторов создания системы транспортного сообщения по линии Каспийское море, Черное море. Уважаемый Ирхам Гейдарович, мы вместе приступаем к большому, важному и очень перспективному проекту. Убежден, что совместная работа Турк-Мистана и Азербайджана на месторождение двух луг будет успешной и эффективной. Я искренне благодарю вас за поддержку этого исторического документа, за большое внимание и личный вклад в дело развития и укрепления дружбы, братства и сотрудничества между нашими народами и государствами. Я поздравляю вас с сегодняшним знаменательным событием. Желаю вам крепкого здоровья, новых достижений вашей государственной и политической деятельности. Я также прошу вас передать пожелания мира, благополучия и процветания всему народу Азербайджана. Благодарю за ваше внимание. Уважаемые участники церемонии подписания, разрешите с глубоким уважением предоставить слово для уступления его превосходительству президенту Азербайджанской республики Ильхаму Гейдаровичу Алиеву. Божественно, Гардаш. Уважаемый господин президент, уважаемый Гурман Гулималь Гулиевич, очень рад вас видеть. Сожалею, что не удалось сегодня присутствовать на церемонии в братском Туркменистане, но, понятно, по причинам пандемии пока это не представляется возможным. Но, тем не менее, в формате видеоконференции сегодня мы имеем возможность увидеться, вновь обсудить важные вопросы и присутствовать при подписании знаменательного документа, который отражает и характер, и дух наших братских дружественных отношений. Я глубоко убежден, что без тесного политического взаимодействия между нашими странами на всех уровнях и, в первую очередь, на уровне президентов, подписание сегодня документа было бы невозможно. Мы с вами вместе, уважаемый Гурман Гуламаль Гулиевич, приложили усилия для того, чтобы соответствующие структуры наших стран работали именно так, как им указывают президенты, в духе сотрудничества, дружбы, взаимной поддержки и правильного понимания взаимных интересов. Поэтому сегодняшний документ я бы назвал историческим, потому что Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море. И это месторождение и работа на месторождении будет еще больше сближать наши страны и народы и принесет пользу и туркменскому, и азербайджанскому народу. Отношения между нашими странами последние годы имеют очень позитивную динамику. Достаточно посмотреть на хронологию взаимных визитов на высшем уровне. За последние три года состоялось пять визитов президентов Туркменистана и Азербайджана, взаимных визитов, и в рамках этих визитов было подписано более 50 документов. Для сравнения скажу, что за всю историю наших взаимоотношений было подписано более 100 документов, из которых половина подписана за три года. И самое отрадное заключается в том, что они все выполняются, и в том числе договоренности, которые мы достигли по сотрудничеству в энергетической сфере. Сегодняшнее подписание открывает новую страницу в освоении углеводородных ресурсов Каспия. Этот проект будет способствовать укреплению энергетической безопасности наших стран, а также наших соседей. Этот проект открывает большие экспортные возможности, тем самым будет способствовать росту благосостояния наших народов. Хотел бы также коснуться вопросов двустороннего взаимодействия. Вы об этом сказали. Я полностью поддерживаю ваши слова о том, что мы активно поддерживаем друг друга в международных структурах. Хотел бы, пользуясь случаем, поздравить вас и весь братский туркмирский народ с отмечавшимся в прошлом году юбилеем нейтралитета Туркменистана. И, должен сказать, еще раз отметить, что Азербайджан был соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о вечном нейтралитете Туркменистана. Также выражаю благодарность за вашу оценку деятельности Азербайджана как председателя Движения Неприсоединения. Выражаю вам благодарность за поддержку наших инициатив в рамках председательства, в частности, по проведению саммита Движения Неприсоединения, также проведению саммита Совета Сотрудничества Тюркоязычных государств, а также проведение специальной сессии Генассамблеи ООН по вопросу борьбы с коронавирусом. Такая взаимная поддержка отражает дух и характер наших отношений и уверен, что и в будущем мы будем активно взаимодействовать в международной арене для обеспечения наших национальных интересов. Вы уже отметили, уважаемый Гурман Гулуми Олег Гулевич, наше сотрудничество в транспортной сфере. Это сотрудничество открывает большие перспективы и для наших стран, и для наших соседей. Туркменистан и Азербайджан как будто бы синхронизировали свои проекты по созданию транспортной инфраструктуры, а именно современных международных морских портов, которые работают в тесном взаимодействии. И обеспечивают транзит грузов через наши территории, а также увеличивают возможности для товарооборота между Азербайджаном и Туркменистаном. Уверен, что в будущем транспортно-логистическое сотрудничество между нашими странами выйдет на еще более высокий уровень. С учетом сложившейся новой обстановки в нашем регионе и возможности открытия новых транспортных путей, думаю, что для всех наших партнеров и соседей это будет представлять дополнительные возможности. Хотел бы особо отметить вашу личную заслугу в деле укрепления транспортно-логистического потенциала Туркменистана, потому что в вопросах, связанных с транзитом, без взаимодействия с соседними странами невозможно добиться результата. И то, что мы сегодня отмечаем, вот высокий уровень транспортно-логистической инфраструктуры, это говорит о целенаправленной деятельности Туркменистана и Азербайджана в этой сфере. И это создает огромные возможности для всех стран, расположенных в нашем регионе и даже далеко от региона, на пространстве Евразии, потому что транспортная сфера объединяет. Точно так же, как и энергетическая сфера, то, что мы сегодня подписываем этот меморандум, это, еще раз хочу сказать, знаменательное событие, которое будет иметь очень позитивные последствия. Хотел бы также коснуться вопроса, о котором вы сказали, о региональном сотрудничестве. Уже существует трехсторонний формат сотрудничества между Азербайджаном, Туркменистаном и Турцией, Азербайджаном, Афганистаном и Туркменистаном. И это сотрудничество нацелено на конкретный результат, на создание более благоприятных условий для ведения бизнеса, для реализации крупных инфраструктурных проектов. И, конечно же, хотел бы особо отметить поступательное развитие Туркменистана под вашим, уважаемый Гурбангулой Малегулевич, мудрым руководством. Вы уверенно ведете свою страну по пути развития решений важнейших задач социальной жизни, инфраструктурных проектов, которые не ограничиваются границами вашего государства. Я знаю о вашей инвестиционной политике и в сопредельных государствах. Без этого сегодня реализовать проект Лапис-Лазури было бы невозможно. Я не знаю, может быть, многие не знают, что именно в результате мудрой политики Туркменистана по инвестициям в соседний Афганистан именно была построена железная дорога, которая сегодня обеспечивает доставку грузов из Афганистана через Туркменистан, Азербайджан и далее. Поэтому хотел бы отметить сегодня, что именно наши общие подходы к сотрудничеству со странами региона и решение вопросов, которые важны и для нас, и для наших соседей, создают совершенно новые реалии. Каспий, как вы отметили, это море добрососедства, море сотрудничества. Сегодня мы две независимые энергетические державы вносим еще один вклад в дело укрепления сотрудничества на Каспии. Уверен, что Каспий и дальше, хотя он является естественной границей между нашими странами, но будет и дальше объединять наши страны и народы. В пользу случаем хотел бы просить вас передать наилучшие пожелания братскому народу Туркменистана процветания, развития, мира и благополучия. Спасибо за внимание. Благодарю за ваше содержательное выступление и теплые слова в адрес Туркменистана и его народу. А теперь с вашего согласия мы переходим к церемонии подписания важного исторического документа между Туркменистаном и Азербайджанской республикой. Большое спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Играет музыка. 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 Играет музыка.